Культура просвещения Люди XVIII века называли свое время столетием разума и просвещения. Средневековые представления, освящаемые авторитетом церкви и всесильной традицией, были подвергнуты неумолимой критике. Складывался новый образ жизни и мышления, а значит изменялось и художественное самосознание нового типа культуры. Название просвещения хорошо характеризует общий дух этого течения в области культурной и духовной жизни, ставящего себе целью заменить воззрение, основанное на религиозных или политических авторитетах, которые вытекают из требований человеческого разума. Просвещение увидело в невежестве, предрассудках и суеверии главную причину человеческих бедствий и общественных зол, а в образовании, философской и научной деятельности, в свободе мысли, путь культурного и социального прогресса. Идеи общественного равенства и личной свободы овладели прежде всего третьим сословием, из среды которого вышла большая часть гуманистов. Среднее сословие состояло из зажиточной буржуазии и людей либеральных профессий, оно обладало капиталами, профессиональными и научными знаниями, общими идеями, духовными стремлениями. Мировоззрение третьего сословия ярче всего выразилось в просветительском движении, антифеодальном по содержанию и революционном по духу. Феодальная культура перестает быть господствующим монолитом. Ее мировоззренческие, ценностные, нравственные основы больше не соответствовали новым условиям жизни, новым идеалам и ценностям людей, живущих в атмосфере кризиса, феодально-абсолютского строя. Радикальные изменения происходили и на уровне эстетического сознания. Основные творческие принципы XVII века, классицизм и барокко, обрели в эпоху просвещения новые качества, потому что искусство XVIII века обратилось к изображению реального мира. Художники, скульпторы, писатели воссоздали в его картинах и скульптурах, повестях и романах, в пьесах и спектаклях. Духовное течение просвещения раньше всего зародилось в Англии. Здесь раньше всего произошла эмансипация интеллигентной буржуазии в культурной и политической жизни, что проявилось в формировании либеральных взглядов в обществе. Именно в Англии рационалистические стремления были сформулированы, приведены в систему, которая выработала определенные самостоятельные отношения к главным вопросам философии, политики и морали. Мыслителей раннего английского просвещения, Фрэнсиса Бекона, Гоббса, Лока и Юма, стали называть вольнодумцами. Это название прочно вошло во все европейские языки. Родоначальником всей просветительской философии был Джон Локк, философ-материалист. Создатель доктрины либерализма, психолог и педагог, сам выросший под влиянием религиозных и политических преобразований, Во второй половине XVII века Джон Локк создал теорию познания на основе учения психологии сознания, положив начало педагогики как наука, изучающей личность. Он первым сформулировал идею безусловной личной свободы на основе естественного права человека. Влияние общественной и научной мысли на духовную культуру. Просветительская литература вела к появлению нового читателя. Она увеличила его стремление к самообразованию. Писатели просвещения называли себя философами. Сочинения писателей-философов постоянно перечитывались в громадном количестве экземпляров. Литература опиралась на общественное мнение, которое формировалось в кружках и салонах. Двор перестал быть единственным центром, к которому все стремились. В моду вошли философские салоны Парижа, где бывали Вольтер, Дидро, Руссо, Гильвеций, Юн, Смит. Образованное общество с жадностью набрасывалось на вновь изданные тогда труды просветителей. Вольтер, настоящее имя Франсуа Мари Ароя, был признанным вождем просветителей всей Европы. В его творчестве, полнее и ярче, чем в чьем-нибудь другом, выразилась общественная мысль века. Все рационалистическое движение часто отождествляют с деятельностью Вольтера и называют общим именем вольтерианство. Вольтер был великим литератором. Он умел осмыслить и объяснить просто и общедоступно на прекрасном, изящном языке самую серьезную тему, привлекающую внимание современников. Он имел громадное влияние на умы всей просвещенной Европы. Его злого смеха, способного разрушить в прах вековые традиции, страшились более чьих-либо обвинений. Но при всей прогрессивности он был уверен, что просвещение недоступно для людей, обреченных на ручной труд. Он говорил, когда чернь принимается рассуждать, все погибло. Демократическое направление в просвещении получило название руссоизм по имени одного из наиболее радикально настроенных просветителей Жан-Жака Руссо. Он был одним из тех, кто духовно подготавливал французскую революцию. Руссо видел причину социального неравенства в частной собственности. Он защищал республиканские демократические порядки, обосновывал право народа на свержение монархии. Его общественно-политические трактаты легли в основу деятельности якобинцев. В своих литературных произведениях Руссо идеализировал естественное состояние человека, прославлял культ природы. Он первым заговорил о ставшей сейчас реальностью высокой цене прогресса цивилизации. Руссо противопоставлял испорченности и развращенности цивилизованных наций жизнь общества на патриархальной стадии развития, ошибочно полагая в ней идеальную чистоту нравов естественного человека. Его лозунг «Назад к природе» был использован потом натурализмом, недооценивающим значение социальных связей между людьми. Мечта о естественном существовании естественного человека в естественной среде хорошо выражает общее настроение эпохи просвещения. Руссо считал, что все, что тормозит естественное развитие человека, должно устраняться с помощью воспитания. Педагогические взгляды, проникнутые гуманизмом и демократизмом, выражены в его знаменитом романе-трактате «Эмиль» или «О воспитании». Сочинения Руссо способствовали становлению психологизма в европейской литературе. Крупнейшим событием века стало издание Великой энциклопедии. Оно собрало все разрозненные знания и стремления просветителей в одно целое. В деле участвовали сотни популяризаторов и пропагандистов идей просвещения. Энциклопедия сплачивала вокруг себя умнейших людей Франции. Цель многотомного издания — подвести итоги познания человечества по всем отраслям знания с новой просветительской точкой зрения. Она была не просто сводом научных знаний, но активным общественным предприятием — орудием философской пропаганды. Она вела борьбу с общественными предрассудками и предназначалась не для одних ученых, а для всего общества. Два раза издание приостанавливалось правительством. Редакторы постоянно подвергались нападкам властей. Успех у публики был колоссальный. Книги быстро разошлись по всей Европе. Главным редактором и душой предприятия был Дэни Дидро, представитель демократического направления просветителей. Для толкового словаря он писал статьи самого разнообразного содержания по философии, политике, грамматике, риторике, морали, эстетике, механике. Более тысячи его статей посвящено вопросам техники и технологии, которые ему приходилось изучать на практике в мастерских. Дидро первым поставил технологию в зависимость от культурного развития общества. В свои статьи он вносил новый дух – дух уважения к труду. С 60-х годов XVIII века начался промышленный переворот, переход мануфактурного производства на машинную стадию, создание материально-технической основе крупного капиталистического производства. Он оказал могущественное воздействие на все стороны общественной жизни – промышленность, политику, идеологию, культуру. В этот период впервые начинается систематическое приложение достижений науки к производству. В деятельности просветителей было отчетливо видно стремление перестроить общество и производство на основе научных выводов. Общее представление об успехах в физике и химии сильно воздействовали на общество. Множество новых видов растений и животных, открытых благодаря эпохе путешествий, дали возможность широкого сравнительного изучения. Развитие экспериментальных исследований, установление количественных соотношений между явлениями природы, их точное математическое выражение, способность человеческого разума понять и использовать законы природы, создание новых техник и технологий приводили к изменениям в мироощущении людей того времени. Люди оказывались настолько смелыми, что вторгались даже в сферу религии. Существование различных вероисповеданий они стали рассматривать как факт, противоречащий разуму. Традиционные формулировки лишь относительны, а не абсолютны. Следовательно, нужно было создать рационалистическую религию. Стремление доказать существование Бога средствами разума, деизм, стало очень популярным. Отвергая церковно-религиозные догматы, деисты защищали бытие божества. В формировании рационалистической религии участвовала вся Европа. Юм, Бейль, Руссо, Вольтер, Дидро, Лейбниц, Лессинг и многие-многие другие. Рационалистическая религия успешно боролась с суевериями. В середине века суды большинства европейских стран отказывались разбирать дела по обвинению в колдовстве. Литература эпохи просвещения. Новые идеи, развившиеся в произведениях мыслителей XVIII века, философов, историков, естествоиспытателей, экономистов, жадно вбирались эпохой и получали дальнейшую жизнь в литературе. Новая атмосфера общественного умонастроения приводила к изменению в соотношении видов и жанров художественного творчества. Просветители в своей публицистической деятельности избирали форму короткой, остроумной брошюры, которую можно было быстро и дешево издать в самых широких читательских кругах. Философский словарь Вольтера, Диалоги Дидро. Но объяснить массовому читателю философские идеи должны были романы и повести, такие как Эмиль Руссо, персидские письма Монтескье, Кандид Вольтера, племянник Ромо Дидро и другие. Направление просветительского реализма получило успешное развитие в рассудительной Англии, которую мало привлекали мифологические сюжеты. Сенуэль Ричардсон, создатель европейского семейно-бытового романа, ввел в литературу нового героя, который до того имел право выступать лишь в комических или второстепенных ролях. Изображая духовный мир служанки Памеллы из одноименного романа Памелла, он убеждает читателя в том, что простые люди умеют страдать, чувствовать, мыслить не хуже героев классической трагедии. Вся группа представлений и мечтаний о лучшем естественном строе получила художественное выражение в знаменитом романе Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Книга о Робинзоне – это не что иное, как история изолированной личности, предоставленной воспитательной и исправительной работе природы, возвращении к естественному состоянию. Также трезво, с материалистических позиций, смотрит на мир автор не менее знаменитого произведения «Путешествие Гулливера» Джонатан Свифт. «Вымышленная страна лилипутов дает сатирическое изображение английского общества, интриги двора, подхалимство, шпионаж, бессмысленная борьба парламентских партий. Во второй части изображающей страну великанов сказываются мечты о мирной жизни и труде в стране, которой правит добрый и умный монарх, идеал просвещенного абсолютизма. Немецкие литераторы, оставаясь на позициях просветительства, искали нереволюционные методы борьбы со злом. Главной силой прогресса они считали эстетическое воспитание, а главным средством — искусство. От идеалам общественной свободы немецкие писатели и поэты перешли к идеалам свободы нравственной и эстетической. Такой переход характерен для творчества немецкого поэта, драматурга и теоретика искусства просвещения Фридриха Шиллера. В своих ранних пьесах, имевших громадный успех, автор протестовал против деспотизма из-за словных предрассудков. Эстетическое направление романтики и идеальные стремления Шиллера разделял великий поэт Германии Йоганн Вольфганн Гёте как истинный представитель эпохи просвещения, основоположник немецкой литературы нового времени. Итоговым сочинением Гёте стала знаменитая трагедия «Фауст», воплотившая поиски человеком смысла жизни. В «Фаусте» дана грандиозная картина Вселенной в ее понимании человеком нового времени. Перед читателем предстает мир земной и потусторонний. Человек, животные, растения, сатанистские и ангельские существа, искусственные организмы, разные страны и эпохи, силы добра и зла. «Фауст», ведомый Мефистофелем, может оказаться в любой точке пространства и времени. Это новая картина мира и новый человек, который стремится к вечному движению, познанию и деятельной жизни, насыщенной чувствами. Как реакция на чрезмерную рассудительность просветителей, их однозначность в оценке мыслей и поступков, пренебрежение чувствам, возник сентиментализм, от французского «sentiment» — чувство. Стиль, появившийся как литературное направление, его название происходит от «Сентиментального путешествия по Франции и Италии» английского писателя Лоренса Стерна. Нашел свое выражение в других видах творчества. Драматургия и театр просвещения Главной задачей искусства деятели просвещения считали перевоспитание людей. Проповедь со сцены казалась им эффективной и удобной формой убеждения. Только Вольтером написано 54 драматических произведения, но каноны классицизма, которых придерживались писатели раннего просвещения, сковывали развитие драматургии, ограничивали круг тем и героев. Как результат, на сцене произошел постепенный переход от условностей и патетики классического театра к естественной игре актеров. XVIII век дал мировой культуре таких замечательных художников и теоретиков искусства, как Шеридан в Англии, Вольтер, Дидро, Бумарше во Франции, Лессинг, Гёте, Шиллер в Германии, Гальдони в Италии. Господство разума привело к тому, что искусство просветителей страдало рассудочностью, рациональный анализ жизни требовал упорядоченных форм. Однако просветители, видевшие идеал человека в гармоничной личности, не могли пренебречь требованиями чувства, когда речь шла об искусстве. Театр эпохи просвещения замечательно выразил и содержанием, и методом новый взгляд на мир, который был адекватен эпохе. Лучшие произведения театра XVIII века не только достояние прошлого, они принадлежат и нам, пьесы Шиллера, Шеридана, Бомарше, Гальдони прочно вошли в репертуар мирового театра. Искусство просвещения Художественное искусство XVIII века кажется странно несоответствующим идеологии просвещения. Развитие философских идей шло по пути революционного пересмотра основных ценностей. Но искусство было мирным и уютным. Кажется, просвещение шло своим путем, а искусство своим. Но искусство нельзя рассматривать как прямую иллюстрацию господствующих в обществе идей. У искусства свои способы взаимодействия с новыми формами мировоззрения. Тем не менее, искусство тоже включилось в общее мечтание о естественном состоянии человека в естественной среде. В противовес господству застывших классических форм оно искало новые, живые формы. Развивалось садово-парковое искусство естественных английских парков. Архитектура XVIII века более чем когда-либо сосредоточилась на соединении с природной, ландшафтной средой и в загородных дворцовых ансамблях. Кроме общепринятых в Европе стилей барокко и классицизма, в XVIII веке появились новые ракоко, сентиментализм, предромантизм. В отличие от предыдущих веков нет единого стиля эпохи, единства художественного языка. Классицизм стал стилем официальных построек. В европейских столицах сооружались величественные архитектурные ансамбли, парадные площади оформлялись фасадами с колоннами. При строительстве богатых особняков тоже использовались классические архитектурные формы, ими украшались фасады и интерьеры. Вторая половина XVIII века – время широкого строительства общественных театров. Именно в это время складывается особый тип – здания театра. Например, Пале-Рояль или театр Фейдо в Париже, театры в Амьене, Леоне, Бордо и других по европейских городах. В живописи видно стремление к непринужденности. Ракайльная живопись и скульптура сохраняла тесную связь с архитектурным оформлением интерьера и потому имела декоративный характер. Это интимное искусство, рассчитанное на украшение досуга частного человека, избегало обращения к драматическим сюжетам и носило откровенно генонистический характер. Основоположником рукаков в живописи можно считать Антуа Вато – придворного живописца, любимца короля и маркизы Пампадур. Вато наполовину создал, наполовину блестящий, истолковал вкусы своей эпохи. Для нас его картины кажутся наивными. Для нас его картины кажутся наивными, но современники были в восторге от той идиллической Аркадии, в которую превратил двор Людовика художник. Произведения Вато – шедевры утонченной живописи неярких нежных оттенков, которым давали название в духе галантной стилистики цвет потерянного времени. Вато обладал особенными рецептами красок, производящих удачные художественные эффекты. Как живописец, Вато был гораздо глубже и сложнее своих многочисленных последователей. Он усердно изучал природу, много писал с натуры. Не все художники, называвшие себя его учениками, обладали той же глубиной чувств. После смерти Вато его место при дворе занял Франсуа Буше. Очень искусный мастер, он много работал в области декоративной живописи, делал эскизы для гобеленов для росписи по фарфору. Его мифологические и пасторальные сюжеты очень подходили к убранству ракальных апартаментов. В произведениях Буше манерность и эротизм эпохи Рококо выразились с особой силой, в чем его постоянно обвиняли просветители-моралисты. Искусство Рококо принесло с собой не только сжиманство, оно освободилось от риторической напыщенности классицизма и обратилось к естественным чувствам человека. Искусство Вато и Буше во второй половине века продолжен Жан-Оноре Фрагонар. Сюжетами его произведений становятся не только галантные празднества, но и идиллические семейные сцены, бытовые зарисовки, исторические картины. В них проявляется реалистическое мастерство, тонкая и тщательная проработка предметов, незаметно переводящие условный ракайльный жанр в план бытового. Параллельно с придворным Рококо в художественной культуре Франции складывались течения более близкие к запросам и вкусам буржуазии. Они не были полной противоположности ракайльному стилю, и художники дышали воздухом одной эпохи. Время шло. Идеологи просвещения неустанно проповедовали этическую ценность искусства, связанного с идеалами разума. В эпоху французской революции в искусстве восторжествовал новый классицизм. Классицизм XVIII века не развитие классицизма предшествующего столетия. Это принципиально новое историко-художественное явление, общие черты, обращение к античности как к норме и художественному образцу, утверждение превосходства долга над чувством, повышенная отвлеченность стиля, пафос разума, порядка и гармонии. Новый классицизм в своем стремлении создать естественно простые и одновременно возвышенные формы искусства обратился к художественной культуре античного мира. Она стала примером для изучения подражания. Накануне революции французскую буржуазию привлекали идеи Римской республики, привлекали тем, что воспитывали пафос разума, порядка и гармонии, духу гражданственности. Выразителем классицизма в живописи стал Жак-Луи Давид. Его картина «Клятва Горациев» стала боевым знамением новых эстетических взглядов. Сюжеты с истории Рима братья Горации отдают клятву отцу верности, долгу и готовности сражаться с врагами. Стал выражением республиканских взглядов в революционной Франции. Популярность Давида была необыкновенной. Конвент Заказывал ему картину, сюжеты которых могли поднять патриотический дух республики. Успех картин Давида объяснялся резким контрастом с надоевшей слащавостью идиллических картин Рококо. Современников поражала та кажущаяся реальность, которая резко отделяла его трезвые образы от причудливых фигур в ато и буше. Стиль крупных живописцев XVIII века не укладывался в жесткую схему Рококо-классицизм. Над сильными творческими личностями не существовало стилевого диктата, они сами создавали новые стилистические направления. Замечательным подтверждением этому можно считать творчество величайшего художника Испании Франциско Гойе. Гойе с его особым видением мира открыл для испанского искусства целую эпоху, положив начало реалистической живописи нового времени. В то же время его творчество оказало огромное влияние на формирование европейского романтизма следующего столетия. Свои представления о возвышенном и героическом он выразил в листе «Какая доблесть» из серии о фортов ужаса войны. Девушка, которая сменила орудия убитых бойцов народной армии, стала легендарной фигурой. Предтичей реалистической живописи Англии еще в первой половине XVIII века выступил Уильям Хогарт. Хогарт изображал современную ему жизнь, нравы аристократов, пороки общества, распущенность нравов, мотовство, продажный суд. Свои произведения художник строил как драматург, описывал каждую сцену действия и объединял их в повествовательные циклы. Каждая картина обладает самостоятельным сюжетом, но связана с остальными. Произведения Хогарта схожи на морализаторскую литературу просветителей. Недаром его называют первым художником-просветителем в Европе. На смену величественным музыкальным произведениям, рассчитанным на слушание в церкви, пришло камерное музицирование, живые интонации и мелодии. XVIII век принес очень много нового в музыкальном творчестве. В XVIII веке музыка встала на уровень других искусств, переживших расцвет этой эпохи Возрождения. Рождались музыкальные концепции светскообразного содержания, создавались новые формы фуга, симфония, соната, Иоганн-Себастьян-Бах, Георгфрид-Гендель, Кристофер Глюк, Франц-Йозеф Гайден, Вольфганг Абадей Моцарт стоят на вершине музыкального искусства XVIII века. Значение культуры эпохи просвещения. Новый образ жизни и мышления создавал новый тип культуры, новое художественное видение, которое радикально изменило эстетические установки художественной деятельности. Усиливался обмен идеями и творческими достижениями между европейскими странами. В них расширялся круг образованных лиц, складывались национальные интеллигенции. Развивающийся культурный обмен способствовал распространению представлений о единстве культуры человеческого общества. В искусстве XVIII века не существовало единого общего стиля. Не было стилевого единства художественного языка и приемов, присущего предшествующим эпохам. В этот период острее, чем раньше, проявлялась борьба идейно-художественных направлений. Постепенно литература и музыка становились ведущими видами искусств. Художественный язык этих форм соответствовал запросам времени в эстетическом осознании жизни. В XVIII веке картина мира впервые была дана в житейских достоверных образах. В музыке впервые зазвучали простые человеческие чувства. Именно в эпоху просвещения, когда главной ценностью был объявлен человек и его разум, само слово культура впервые стало определенным общепризнанным термином, о смысле которого рассуждали не только мыслители века и верхушки образованного общества, но и простая публика. В науке об обществе культура впервые выступила в качестве основы теоретических концепций понимания истории развития человечества. Она стала средством отбора и группировки исторических явлений их осмысления. Из боязни и неприятия действительности родилось новое направление романтизм. Противопоставление частной жизни социальной действительности выражалось в проявлениях сентиментализма. Философия, наука и искусство вышли из национальных рамок, все общечеловеческое было принято всем народом. Французскую революцию, как возвращение человеку его естественных природных прав, с воодушевлением приветствовало все образованное общество Европы. Значительные явления более поздней европейской культуры не могут быть поняты без учета последствий французской революции. Но неудачные попытки построить общество и государство на началах разума, насилие, революционные войны, перешедшие в войны Первой империи, поколебали веру в просветительские идеи. Новые буржуазные отношения мало отвечали идеалам просветителей. В духовной атмосфере испуга, смятения, разочарования складывалась антипросветительская реакция. Культурная жизнь конца века отражала эти настроения общества. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok